Всем привет! Вы помните, что случилось вчера? Думаете о том, что случится завтра? Фантазируете о будущем? Переживаете из-за прошлого? А что, если мы скажем, что все это, прошлое, настоящее и будущее, существует одновременно, прямо сейчас, в эту секунду? Что время — это не линия, а нечто большее? Или, может быть, времени вовсе не существует? Должно быть, вы решите, что мы сошли с ума, но в этой концепции гораздо больше логичных и научно обоснованных фактов, чем кажется на первый взгляд. Вот только чтобы разобраться со всем этим, придется обратиться к физике, отправиться в космос и даже совершить путешествие во времени. Готовы? Что ж, тогда поехали! Начнем с самого простого. Время — это физическая величина, с помощью которой мы измеряем продолжительность каких-нибудь событий. Но существовало ли время всегда? Нет. Ведь если верить ученым, до Большого взрыва не было ни времени, ни пространства. Вообще ничего не было. Но в какой-то момент время все-таки возникло, и с тех пор существует для всех одинаково. Что ж, и на этот вопрос ответом будет нет. Эйнштейн в своей теории относительности показал нам, что время не универсально, оно относительное. Иными словами, то, что для нас длится одну секунду, не будет длиться столько же для человека, находящегося на высоких скоростях где-нибудь в космическом пространстве. Время на Земле не проходит так же, как время на далекой планете с другой гравитацией и скоростью. Дело в том, что гравитация и скорость влияют на время. Если максимально упростить эту связь, то можно сказать, что чем сильнее гравитация, тем медленнее будет идти время. И наоборот. Но чтобы разобраться во всем этом, придется оторваться от Земли. Буквально. Так что пристегните ремни, прямо сейчас мы отправимся в космос. Вернее, на высоту 20 тысяч километров, где гравитационная сила нашей планеты в 17 раз меньше той, которую мы можем почувствовать на поверхности. Поэтому на спутниках время бежит быстрее, чем на Земле. И это на самом деле серьезная проблема. Хоть часы спутников GPS и синхронизируются одновременно с часами Земли, для устранения временных расхождений, вызванных гравитацией, часы спутников GPS должны быть переведены на 38 микросекунд каждый день. В противном случае, вся система GPS потеряла бы свою актуальность примерно через две минуты после ее ввода в эксплуатацию. И это привело бы к хаосу в нашей жизни. И на время влияет не только гравитация, но и скорость. Время идет медленнее для человека, который движется, чем для человека, стоящего на месте. И это уже вполне доказано с научной точки зрения. Поэтому путешествие со скоростью близкой к скорости света перенесло бы нас в будущее. Готовы к варпрышку? Так пробуйте. Нет, это не научная фантастика, а реальный факт. Правда, пока что люди не научились путешествовать во времени так, как это показывают в фильмах и сериалах. Но опыт уже был. Так, советский космонавт Сергей Абдеев считается величайшим путешественником во времени. Он провел в общей сложности 747 суток на орбите Земли, двигаясь постоянно со скоростью 27 360 км в час. И поэтому фактически путешествовал в будущее. Если точнее, на 0,02 секунды в будущее по сравнению с людьми на Земле. Цифры не кажутся внушительными. Это вам не путешествие в Тардис. Однако из всех человеческих существ в будущем он был дальше всех. Но давайте рассмотрим этот факт немного под другим углом. Что если бы сейчас мы путешествовали целый год на скорости, близкой к скорости света? Как изменилось бы течение времени для нас? Чтобы это выяснить, конечно, придется остановиться. Итак, каковы результаты? Похоже, пока для нас прошел всего год в пути, на Земле сменилось уже много лет. Да, теперь вы можете считать себя не просто покорителями космоса, а путешественниками во времени. Все ваши друзья и родственники, жившие на планете, стали намного старше. Некоторые даже изменились до неузнаваемости. А вот вы сами остались прежними, ну или почти. Вряд ли за год можно действительно сильно поменять свою внешность. В общем, вы поняли. Время очень относительное. Правда, чтобы почувствовать это, не так уж обязательно садиться в космический корабль и отправляться покорять другую галактику. Вспомните, ведь провести пять минут листая Твиттер — это совсем другие пять минут, чем если бы вы потратили их на пробежку, не говоря уже о пяти минутах в ожидании друга, который опаздывает на важную встречу. В общем, каждый человек воспринимает время по-своему. В разных местах время течет по-разному. Время можно обогнать. Вам не кажется, что сам термин «время» какой-то слишком уж странный? Ну да ладно, давайте снова обратимся к космосу и посмотрим вон туда. Это Альфа-Центавра — звездная система, которая находится на расстоянии примерно в четыре световых года. То есть, если бы мы хотели посетить Альфу-Центавру, то нам бы пришлось лететь непрерывно в течение четырех лет со скоростью света. Поэтому и говорят, что эта звездная система находится в четырех световых годах от Земли. Все довольно просто, но эта схема также работает в обратном направлении. Мы, конечно, не знаем, летит ли кто-нибудь с Альфа-Центавра к нам в данный момент, но зато точно можем сказать, что это делает свет. Свет звезд системы Альфа-Центавра добирается до нашей планеты четыре года, и поэтому то, что мы видим, произошло четыре года назад. Мы находимся в настоящем, глядя прямо в прошлое. Нет, серьезно, это же просто потрясающе! Думаем, со всеми этими путешествиями сквозь пространство и время вы уже поняли, что это самое время – самая относительная штука в мире, которая целиком зависит от того, кто ее воспринимает. Но что, если мы просто привязаны ко времени из-за нашего технологического и эволюционного уровня, тогда как его на самом деле даже не существует? Относительность означает, что все события настоящего прошлого и будущего находятся в одной плоскости или на одном и том же уровне, если вам так больше нравится. То есть то, что произойдет завтра, существует точно так же, как и то, что произошло вчера. Просто об этом пока нет никаких воспоминаний. Если упростить, то Вселенная – это все события, существующие одновременно. Это не время проходит куда-то мимо нас, а мы проходим через Вселенную и открываем для себя события, которые существуют вне времени. Потому что времени не существует. Существуют только его модели, заложенные в нашем сознании поколениями людей до нас. Можно даже сказать, что мы, человечество, придумали время много веков назад, чтобы описать путь, который проходит каждый из нас через события Вселенной. Стоп-стоп, наверняка возразит кто-нибудь из зрителей. А как же быть с ощущением времени здесь и сейчас? Что ж, оно всего лишь отражает то, где человек находится во Вселенной в данный момент. Прошлое – это лишь часть Вселенной в предыдущем месте, в то время как будущее находится в следующем. Возможно, все на свете уже произошло. Пока что ученые не могут достоверно это подтвердить. Слишком уж велика Вселенная. Согласны, осознание этого факта может всерьез огорчить. Ведь зачем стремиться к чему-то? Зачем вообще делать что-то, если все уже случилось? Бессмысленность, тлен, пепел и тоска. Но не думайте, что относительность времени – повод опускать руки и просто плыть по течению. Существует так называемая теория растущего блока Вселенной, которая это логично объясняет. Если выразить ее очень общими словами, то неопределенность будущего меняется с определением прошлого. То есть, несмотря на то, что все мгновения существуют одновременно, будущее развивается в соответствии с событиями прошлого, поскольку все существует и все взаимосвязано друг с другом. То, что вы делаете сейчас, влияет на ваше будущее. Что-то подобное можно встретить в научно-фантастических фильмах. Там героев убеждают, что нельзя менять прошлое, ведь иначе полностью изменится будущее. Если эта теория верна, возможно, когда-нибудь через миллионы лет, если наша цивилизация будет достаточно развиваться, мы сможем преодолеть барьер времени и воспринимать все по-другому. Сделаем все версии настоящего доступными в любой момент. Идти в прошлое и будущее будет как подниматься или спускаться по горе. Ну или как съездить в парк развлечений на выходных. Но самое удивительное в идее о том, что прошлое и настоящее и будущее происходят одновременно – это осознание, насколько удивительна человеческая жизнь. Только вдумайтесь, если концепция верна, то каждая секунда длится бесконечно. Люди никогда не расстаются со своими близкими, ведь где-то там они всегда вместе. Да, прямо сейчас вы вместе с замечательными людьми, по которым скучаете и одновременно с теми, которых даже еще не встретили. Вспомните самый лучший момент своей жизни, тот, которым во вселенной Гарри Поттера вы бы вызвали патронусы. Этот момент тоже происходит прямо сейчас. Более того, он вечен и никогда-никогда не исчезнет. И никто не исчезнет, включая вас самих. Вселенная будет пересматривать каждый момент вашей жизни, как будто вы ее самый любимый фильм, который никогда не надоедает. И такое происходит с каждым человеком, который когда-либо жил, живет или будет жить на Земле. Да ладно, чего уж там. Не только с человеком и не только на нашей планете. Ведь Вселенная огромна. Знаете, это одна из самых замечательных идей, с которыми мы когда-либо сталкивались. От нее мурашки бегут по коже. И напоследок мы предлагаем вам провести небольшой эксперимент и совершить еще одно путешествие во времени. Прямо сейчас напишите в комментариях к этому видео послание для будущих самих себя. Что-нибудь особенное, что-то, о чем вы мечтаете. Расскажите о целях и планах или просто оставьте пару добрых слов. Пусть это станет вашей собственной капсулой времени, оставленной в сети. А через год или, может быть, через несколько лет вы вернетесь сюда, чтобы пересмотреть этот ролик, загрузите страницу комментариев, найдете там ваш и прочитаете послание из прошлого. Мы надеемся, оно вас порадует. До встречи в будущем! Эй, хватит лениться! Пора заряжать мозги! Добро пожаловать на канал Брайн Тайм! Невероятные события прошлого, настоящего и даже будущего! Буйство природы и мира животных, шокирующие факты и неразгаданные тайны! Все это и многое другое вы найдете здесь! Подписывайтесь, не пожалеете! Субтитры подогнал «Симон»!